Так, дорогие, всем привет! Это канал Недоблогер. Кто я вообще такой? Я уже, наверное, на протяжении более 7 лет путешествую по Евросоюзу, поменял очень много разных документов, очень много разных работодателей в Европе, да, конкретно, и шарю во всех этих нюансах, как найти работу в Европе, что нужно делать, какие есть компании, как работать с посредниками, и всё вот это я буду давать вам в материале на YouTube. Очень много информации можно найти у меня в TikTok, но в данный момент я понял, что людям всё равно мало той информации, которую я даю в TikTok, потому что всё-таки там короткие видеоролики, поэтому я сейчас буду снимать весь материал на YouTube, и если вам будет это интересно, если вы действительно... Я увижу реакцию с вашей стороны, да, что вам это нравится, я буду чаще снимать видеоролики. А сейчас мы поговорим на такую тему, как всё-таки уехать в Европу, от чего нужно отталкиваться, да, то есть как найти работодателей, какие есть работодатели. Погнали! Ребят, давайте начнём сначала. Как всё-таки найти работодателей, да, то есть вот вы находитесь в Беларуси, в данный момент. Будем брать пример с белорусских граждан. Вы сейчас находитесь в Беларуси, и вы думаете, блин, как бы найти работу в Европе? Первое, с чем вы столкнётесь, это с тем, что вам нужно, чтобы уехать в Европу, да, так как вы белорус, у вас паспорт белорусский, вы не имеете права просто поехать в Нидерланды, в Германию напрямую и уже там работать, но это тупо невозможно, да, то есть если вы хотите ехать напрямую, вам нужен паспорт Евросоюза. В дальнейшем я расскажу, как его можно получить. На данном этапе, если вы всё-таки решились ехать в Евросоюз, у вас есть несколько путей. Первый путь, если вы какой-то реально крутой специалист, если вы прям вообще дипломированный какой-то специалист, вы можете сделать опасительно ваши документы и попытаться уже где-то за границей, где-то в Европе это доказать. Но, ребят, я не буду разжёвывать этот вариант, потому что, поверьте мне, никто так практически не делает, это, ну, тупо никому не интересно. В основном все едут через рабочие визы польские, то есть это самый такой простой способ, как бы, и надёжный, да, особенно учитывая то, что сейчас происходит на территории Республики Беларусь, да, то есть с визами, в принципе, есть какие-то вопросы, проблемы, поэтому все в основном сейчас едут через рабочие визы. Как же получить эту рабочую визу? Тут, в принципе, всё очень просто, да, то есть вам нужно приглашение, вам нужно приглашение от какой-то польской компании, которая заинтересована в вас как сотрудники. Как же найти эту польскую компанию? Смотрите, ребят, есть несколько вариантов. Первый вариант, в каждом городе, страны, неважно, там, Витебск, Могилёв, Гомель, Брест, есть трудовые агентства, да, то есть прямо вот локально стоит трудовое агентство, куда вы по адресу в Google можете вписать, прийти и сказать, «Здравствуйте, я хочу поехать в Польшу, сделайте мне приглашение». Тем самым у них есть уже какие-то партнёры, и они отправят вас к этим партнёрам через договор, да, то есть вы заключите с ним договор об услугах, они вам сделают приглашение, сделают полностью все документы, бумажки, у вас всё будет чётко прописано, куда вы едете, какая у вас будет зарплата, и все вот эти нюансы у вас будут, в принципе, прописаны. Но за это вы заплатите комиссионные, да, то есть вы заплатите за их работу, этому агентству, вы заплатите, ну, плюс-минус около 300 рублей. Вот, это такой первый вариант, и самый простой для тех, кто хочет 100% с первого раза уехать, у человека, у которого есть деньги. Второй вариант, это, конечно же, найти, обойти этих посредников, да, обойти это агентство, и найти какого-то друга, либо знакомого того, кто находится уже на территории Евросоюза, в Польше, и уже там трудится. Вы находите такого человека и просите, пожалуйста, можешь мне сделать приглашение? Подойди в компанию, там, в контору, попроси приглашения, я хочу к тебе приехать на работу. Тем самым этот человек приходит в контору свою, где он работает, говорит, здравствуйте, вот мой друг хочет приехать, можно ли вообще, есть ли такая возможность его позвать к нам? Конечно же, контора скажет да, потому что на любом производстве, на любом заводе, фабрике, есть текучка кадров, и это как бы нормально. Вам, вы закажете приглашение, в течение 7 дней ваш друг, закажет приглашение в течение 7 дней, вам придет приглашение в электронном виде. С этим электронным приглашением вы идете в любое агентство по не трудоустройству, а любое туровое агентство, их очень много в любом городе, да, то есть они путевки в Египет оформляют, ну, то есть они занимаются всем. Вы туда приходите и говорите, вот, мол, здравствуйте, я хочу сделать рабочую визу. И они у вас спрашивают, вы хотите подготовить все документы? Вы говорите, хочу все. В итоге они оформляют вам полный список, полный пакет документов, по цене, там, вы сами с ними уже будете договариваться, зависит от региона, от города, ну, в среднем рассчитывать около, там, 500, наверное, 600 рублей, может быть, сейчас уже выше, белорусских рублей. Далее вас регистрируют, да, то есть на подачу на визу, на определенное какое-то число, и вы уже с этим пакетом документов готовы ехать на регистрацию уже в визовый центр. Вы приезжаете на регистрацию в визовый центр и уже подаетесь, и уже сколько там пройдет времени на получение визы уже зависит от, конечно же, и регистрация, сколько вы будете ждать своей регистрации уже зависит от очередей и от многих, там, внешних факторов. Это такой самый популярный способ, по которому по сей день все выезжают. После чего, когда вы уже получили визу, у вас в паспорте появилась виза, вы звоните своему другу, либо друг вам скидывает куратора, либо за вами уже будет закреплен куратор. Куратор – это человек, который вас будет уже встречать на работе, да, то есть который будет вам рассказывать, куда приезжать, когда приезжать, да, то есть вы с ним созвонились, он вам сказал, да, мы вас ждем, приезжайте такого-то, такого-то числа, у вас уже есть жилье, все, как бы. Вы приезжаете, просто элементарно покупаете билеты на Варшаву или куда-то кому-то ближе, приезжаете, вас расселяют, и вы уже смело, уверенно, значит, выходите на свой первый рабочий день. Ну и в дальнейшем, конечно же, так как вы уже в Польше, вы уже трудитесь какое-то время, вы уже там по месту, общаетесь в дальнейшем с людьми и пытаетесь понять, как это все устроено, как в дальнейшем выехать на работу в Германию, но в этом видео я это затрагивать не буду. Наша сейчас же главная цель – понять, как уехать, ребят. Поэтому, ребят, до вот этого момента, как только вы приехали, тут все реально очень просто. В этом видосе я уже вам это все пояснил, рассказал, в принципе, тут с этим, я думаю, все понятно. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте лайки, позадавайте мне вопросы в комментарии, я буду понимать, что вам конкретно интересно, и буду очень рад поддержке, ребят. Всем пока.